Дорогие участники, как все мы видим, бизнес откликнулся на эту ситуацию очень активно, сплоченно. И вот фокус, внимание, бизнес. Так бизнес, что это? Кто это? Предприниматель. Особенно предприниматель Якутии. Кто это? Какой образ этого предпринимателя, допустим, возникает у вас? Я думаю, моя информация будет также интересна молодым людям, которые через какое-то время, если захотят, могут связать свою жизнь с предпринимательством. Предприниматель Якутии – это тот человек, который обеспечивает высокий уровень благосостояния наших жителей. Предприниматель – это ваш друг, родственник, брат, сосед, родня какая-то. Это те люди, которые живут среди нас. Просто в последнее время я слышала шквал какой-то такой негативной информации про предпринимателей. Поэтому именно сейчас я хотела бы немножко об этом, как бы немного эту информацию поправить и, так сказать, показать ситуацию с нашей стороны. Все мы наверняка помним, ну к молодежи, конечно, не обращаюсь, но люди более старшего поколения, как мы жили в Якутии в советское время. То есть это сухой лук, картошка, молоко сухое, яичный порошок, мандарины, если и были на Новый год, то их можно было достать только по великому знакомству. То есть был дефицит, очередь, эталонная система. Что мы видим сейчас? Якутия ни в чем не нуждается. Даже более того, предложение товаров, услуг, продуктов, того ассортимента продуктов, который мы уже привыкли видеть на прилавках наших магазинов, он превышает просто спрос. Люди уже имеют возможность приходить и выбирать, не стоять в очередях, не делать запасы в кладовках огромные, да, там или на балконе, вот как раньше это было. То есть и цены у нас в Якутии на некоторые даже продукты и услуги дешевле, чем в средней полосе России. Несмотря на очень сложную логистику, допустим, привезти продукты в Якутию, у нас здесь также еще и сезонная переправа присутствует. Это достаточно дорого, и, тем не менее, предприниматели с этим справляются. Я также хотела бы обратить внимание на предпринимателей Якутии, которые осуществляют свою деятельность в отдаленных арктических районах. Ну, вы знаете, на самом деле в труднодоступные места Якутии привезти товар – это очень сложно. Многие машины, КамАЗы, Кунги, они буквально ломаются в дорогах, а если это еще происходит зимой, это даже опасно для жизни. И, тем не менее, эти предприниматели исполняют, выполняют свое дело на отлично, то есть они обеспечивают свое население продуктами питания, не только социально значимыми. Опять-таки, повторюсь, Советский Союз, мало кто, живя, допустим, в районах Крайнего Севера, знал, что такое виноград, пока он не приедет хотя бы в Якутск или Клубника. То есть наши дети этого не пробовали. То есть здесь, что я хочу сказать, предприниматели Якутии, они, во-первых, имеют не только активную жизненную позицию, вот как мы сейчас уже все это слышим, видим. То есть мы сейчас вам открываем то, что мы делаем, кто мы есть на самом деле. Мы, наши предприниматели, имеют высокую социальную ответственность. Допустим, вот недавний пример, возможно, мало кто это заметил или, если даже заметил, воспринял это как должное. Все мы знаем, что в период межсезонья тарифы на паромную переправу повышаются. Нашим Союзом была инициирована встреча с Министерством транспорта, с Министерством предпринимательства, с представителями парома Якутии, паромной переправы. И мы пришли к соглашению того, что тарифы останутся летними до применения ледокола. Это очень большой шаг, как говорится, не только навстречу предпринимателям. То есть оставив летние тарифы на перевозку грузов, мы смогли снизить цены. А сейчас это очень важно, чтобы не было повышения цен. То есть эта инициатива исходила от предпринимателей. Также нашим союзом предпринимателей разрабатывается предложение в адрес правительства о дополнительных льготах, пособиях или субсидиях для молодежи, работников, которые приезжают, допустим, из районов и работают у индивидуальных предпринимателей. Также, допустим, если одинокая мама работает у предпринимателей, мы предлагаем, чтобы детям этих работников был предоставлен бесплатный доступ в спортивные школы, кинотеатры, театры, музея. То есть пока мама на работе, ребенок занят культурным досугом. Ну вот и на самом деле очень много программ, мы предложения предлагаем. Естественно, это очень большая работа. Помимо того, что это общественная работа, мы также еще, как Ольга Витальевна, развиваем свой бизнес во благо. Во-первых, во благо населения. Человек, который нацелен только на наживу, на сверхприбыль, он просто у нас в Якутии не выживет. Ему будет тут неинтересно осуществлять свою деятельность. Ну вот вкратце я так немножко вам рассказала о том, кто мы.